Продолжение следует... В квестах проходили мастер-классы, слушали лекции, демонстрировали лидерские качества и принимали решения в экстремальных ситуациях. По итогам лучшие получили привилегии при поступлении в Севастопольский филиал Российского экономического университета имени Плеханова. И сегодня в нашей студии участница лагеря «Капитаны России» Елизавета Шихолева. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Предлагаю до того, как мы начнем нашу беседу, посмотреть сюжет на заданную тему и затем продолжить разговор. Держите друг друга. Пройти по импровизированным островкам, взявшись за руки, и соблюсти обязательные условия. На каждом расчерченном квадрате должны стоять двое. На первый взгляд несложно, но предстоит разработать схему действий. Лидер команды ведет всех вперед, а участники должны двигаться синхронно. Пройти нужно восемь площадок. Такие задания должны сплотить команды лагеря проекта «Капитаны России». Три дня 11-классники будут жить в необычном городе 404. Город 404 – это такой лагерь, в котором мы хотим максимально раскрыть потенциал каждого человека. То есть посмотреть не только на его знания, например, узкой специальности. Здесь есть и театр, здесь есть и предпринимательские навыки. Здесь ты можешь показать, насколько ты умеешь договариваться с людьми. Пять команд, 60 участников. Среди них ищут лидеров будущих предпринимателей. Лучшие по итогам получат сертификаты на 50-процентную скидку на обучение на факультете бизнеса «Капитаны» в Севастопольском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. В Москве программа действует уже пять лет. За это время было набрано 453 студента. Они уже реализовали 110 успешных бизнес-проектов. «Капитаны» – первый в России бизнес-акселератор, интегрированный в учебную программу. Здесь не просто лекции, а реальные проекты, которые студенты воплощают в жизнь. В этом году программа заработает ещё в девяти регионах страны, в том числе в Севастополе. Мы создаём проекты реальные действующие, которые помогают нам зарабатывать и ещё что-то вовлекать больше людей, управлять коллективом. В большинстве вузов только теория. У нас это практика. В городе 404 важно проявить лидерские качества, умение нестандартно мыслить, быстро принимать решения. Программа интенсивная с утра и до вечера занятий и бизнес-тренинги. Елизавета Шихолева в лагере в Алуште уже в качестве организатора. Участницей она была два месяца назад и выиграла грант на обучение на факультете «Капитаны» в Москве. Мы участвовали в бизнес-играх. Мы прослушивали мастер-классы, потом применяли их на практике. То есть лагерь эти три дня были очень интенсивными, очень насыщенными. Мы занимались абсолютно всем, что может пригодиться как и предпринимателю, так и человеку в принципе в жизни. Студенты факультета «Капитаны» уже с первого курса начинают создавать собственный бизнес. Им помогают привлечь инвестиции. Наставниками становятся успешные предприниматели. Чтобы попасть в лагерь, старшеклассникам пришлось пройти конкурс, представить свой проект инновационного бизнеса. Всего же таких лагерей будет три. Первый проходит на базе современного санатория в Алуште. По итогам трех заездов выберут 60 победителей. Они станут студентами факультета «Капитаны» в Севастопольском филиале университета имени Плеханова. Марина Кравцова, Мария Буйлова, информационный канал «Севастополя». Лиза, ну можно с уверенностью сказать, что в вашей жизни случилось три неординарных таких ярких счастливых дня, проведенных в лагере. Кодовое название «Лагерь 404». Расскажите о нем подробнее. Что это было вообще за такой опыт невероятно интересный? На самом деле «Город 404» — это не просто образовательная программа. Это такой маленький мир, трехдневный, но он действительно развивает себя. Он помогает находить какие-то в себе определенные навыки, о которых ты, возможно, раньше и не знал. В первый день нам провели такую вводную лекцию, объяснили, что такое «Капитаны» в принципе и как они действуют сейчас. Разумеется, это зажигает очень сильно, и на дальнейшие три дня есть уже вектор движения, направление, которым мы стараемся следовать. В дальнейшем у нас проходило много мастер-классов, как было сказано на ролике, в том числе по выживанию, по медицинской помощи, по бизнес-акселератору, вот все в таком роде. Вот, потом у нас было применение этих знаний на практике, как финальное испытание, во все районы были в равных условиях, и в конце выбирался один победивший. Но, знаете, игра, она показывает действительно человека. Когда человек принимает на себя какую-то роль, он скорее проявляет себя больше, чем этого героя. Так что у нас была такая возможность. Лиза, если я правильно понимаю, среди всех участников вы единственные завоевали сертификаты, или еще были ребята, которые стали лидерами, скажем так, капитанами, да? Да, были ребята. Вообще программа дает достаточно количество сертификатов для ребят, которые могут себя проявить. Так что победитель был не один. Но в вашем случае у вас поездка состоится в Москву, то есть вы поступите не в филиал наш, в Севастопольске, а в Москву. Так было решено в Абе, или вам так повезло? Вообще я не планировала ехать на город 404, и я, в принципе, не знала о том, что есть возможность поступить на капитанов. Я не знала о программе. Но после того, как я переехала, я поняла, что это действительно то, ради чего стоит стараться, ради чего стоит действительно вкладываться. Поэтому сейчас, да, я планирую ехать в Москву, хотя, в принципе, в Севастополе тоже есть вариант остаться, потому что все-таки Крым и Севастополь здесь конкуренция меньше, здесь возможности для развития чего-то своего намного больше. Так, ехать не планировали, но тем не менее, расскажите, как решили принять участие? Я принимала участие в рамках конкурса «Мой первый бизнес». Я не планировала ехать на лайнер, потому что я не знала такой возможности. Я думала выиграть лишь подарок от спонсоров, это был рюкзак, бьюти-бокс, что-то в таком роде. Но потом мне написал координатор по Крыму, предложила выполнить финальное испытание, финальным испытанием был видеоролик. Я выполнила его успешно и поэтому проехала на лагерь. Так, ну подготовка серьезная была или вы как бы сопутствующие хотели, да, какие-то участия, поучаствовать, вернее, да, и так и проявили себя, и получается, и победили, да? Да, и подготовки как таковой особо не было. Я просто не знала, к чему именно готовиться. Я думала, что это будет бизнес-лагерь. Я набрала с собой очень много официальной формы, придумала какие-то заготовленные тексты, но оказалось, что бизнес-лагерь — это не то, о чем подумаешь в первый момент. Это намного больше. Молодец, вы большая на самом деле. Но в этот раз, когда вы участвовали с 22 по 25 число, проходил лагерь в Алуште, вы выступили как организатор. А вот это как-то с участниками не пересекалось, нет? То есть у вас были более такие должностные, скажем так, обязанности, да, в этот раз? Вы курировали как-то эти игры? То есть что входило в ваши обязанности? Мой круг обязанностей был достаточно широким, как, в принципе, и любого участника лагеря в оргсоставе. Мы проводили игры, модерировали их, работали с участниками непосредственно, опять же, снимали видеоролики, фотографировали. Вот в таком роде. Лиза, на ваш взгляд, какие качества вы приобрели в момент посещения лагеря, ну и вообще за время учебы? Учитывая то, что специфика лагеря подразделяет его на пять команд, то, разумеется, приобретаются лидерские качества, потому что ребята все сильные, потому что все проходили достаточно жесткий отбор, поэтому проявить себя среди таких же сильных ребят, это очень важно, и это получается сделать в такие короткие сроки. Помимо того, мы научились действовать в каких-то неординарных для нас ситуациях, потому что лагерь полностью выбивает из зоны комфорта. Так. Вот. Помимо того, мы научились ставить действительно цели и добиваться их. А какие задания, если об этом можно говорить, удивили, скажем так? То есть, ну да, как ломка себя, это всегда происходит очень тяжело, и человеку из зоны комфорта выходить, конечно же, непривычно. А что для вас было непривычным? Вообще о заданиях лучше не говорить, потому что все-таки у нас закрытая территория. А, это закрытая территория. Но я могу сказать, что мне достаточно тяжело было выступать перед публикой, так что сложным испытанием для меня был театр, постановка сценки. То есть, можно сказать, ораторское искусство. Так, хорошо, Лиза, нас сейчас могут смотреть и смотрят, я уверена, и мамы, и одиннадцатиклассники. А что нужно, чтобы попасть в этот лагерь? На лагерь могут попасть не только ученики одиннадцатого класса, но также ученики первого курса, которые имеют желание и возможность перевестись на факультет капитана. Для этого нужно связаться с координатором конкурса, они есть, ссылки на них есть во всех официальных группах конкурса. Выполнить три теоретических задания, описать свою бизнес-идею, записать ролик на эту же тему, пройти собеседование, успешно пройти и поехать на лагерь. То есть, задания какие-то определенные есть, то есть, это не просто изъявить желание, да? А какими качествами нужно обладать? Ну, помимо желания учиться, помимо желания получить сертификат, ну, и лидерских качеств, на ваш взгляд, какие еще качества должны быть у ребят? В первую очередь, я думаю, стойкость характера и умение работать в каких-то стрессовых ситуациях, потому что времени на выполнение заданий дается немного. И нужно распределить его качественно, распределить его с умом. Поэтому я считаю это очень важно. Лиз, опыт получили колоссальный, я уверена. А друзьями обзавелись за это время? Да, конечно. И в лайнере совершенно поменялся круг общения. Ты уже начинаешь общаться с ребятами, которые идут с тобой в ногу, которые действительно очень сильно с тобой конкурируют, но в то же время ты учишься работать с ними в команде, что развивает и тебя, и, в принципе, весь твой круг. Но дух соперничества присутствует в лагере? Да, потому что все ребята понимают, что на выходе сертификаты получат не все. Поэтому работа в командах, конечно, присутствует, но все равно нужно работать не только на команду, но и на свои определенные личностные качества. Ну, то есть дух конкуренции присутствовал. Ну, а друзьями все-таки, близкие люди, друзья, с кем, может быть, сейчас до сих пор общаетесь, появились? Да, конечно. По интересам, может быть. Да, мы сейчас ездили вдвоем с девочкой на лагерь на второй уже в моей жизни в качестве организаторов. И, разумеется, как и на первом лагере мы с ней общались, так и до сих пор мы с ней продолжаем общаться, ездим по лагерям, выполняем вместе какие-то задания. Молодцы. А вот среди наставников, которые вас обучают, это люди из Крыма и Севастополя или из Москвы? Нет, наставники все из Москвы. Все наставники из Москвы, да. То есть я представляю, каким колоссальным опытом они с вами делятся. Смотрите, ну, могу предположить, что, находясь три дня в таком жестком, как назвать, апгрейте, да, что-то такое новое, когда вы познаете для себя, вы уже, может быть, где-то теоретически выстроили для себя, может быть, чем вы хотели заниматься, может быть, какой-то бизнес-проект у вас возник, ну, направленный же в любом случае учеба на предпринимательство. Возникли ли у вас какие-то мысли в эту сторону? На самом деле, когда начинаешь задумываться над чем-то своим, очень тяжело определиться с нишей. Я думаю, что я уйду в сферу общественного питания. Так, очень интересно, да. Но пока это все остается в планах. Пока еще не будете раскрывать их, да? Знаю, что в результате приглашения на программу «Капитана России» получают далеко не все. Может ли это быть как-то связано с тем, что уровень подготовки, например, ребят, одиннадцатиклассников, он не настолько, ну, кому-то нужно подтянуть свои знания. Что бы вы посоветовали тем студентам и одиннадцатиклассникам, которые все-таки мечтают попасть в эту команду мечты, скажем так? Ну, в первую очередь, нужно... На что обратить внимание, да? Ну, то есть... Да, нужно обратить внимание на то, что работа над собой определенно будет производиться, и она должна. Потому что просто так поступить на «Капитанов» не получится. В любом случае, нужно готовиться к тому же единому государственному экзамену, потому что принимают в Севастополе сейчас по трем специальностям общественное знание, математика и русский язык. В Москве уже общественное знание, математика, русский язык, а также английский язык. Вот так. Я, например, не планировала сдавать, но когда я получила сертификат, я поняла, что это очень хорошая возможность для меня. Так что сейчас я к этому готовлюсь и работаю над собой, так же, как и многие мои друзья после лагеря. Знания нужно подтянуть. Да, определенно. Также знаю, что у вас была в большей степени не только теоретическая часть, но и практики было много. Практика сколько занимает в процентном соотношении? Практика занимает 50% как и теории. В принципе, нам объясняли программу, нам говорили руководители, что действительно у них также проходит обучение 50% практики, 50% теории. В Москве, да? Да. Лиза, сколько я знаю, что практика такого рода в нашем Крыму, на территории Крыма и Севастополя, впервые проходит, правильно? Но если я правильно понимаю, еще 9 регионов, которые будут охвачены этой программой. Может быть, ваши пожелания и ребятам, и координаторам этой такой интересной программы? Я действительно желаю ребятам не терять веру в себя, в свои силы, всегда совершенствоваться, находить что-то новое, не упускать возможности принимать участие в подобных мероприятиях, потому что в любом случае, если даже ты не получаешь грант, ты развиваешься, чувствуешь это, это всего лишь 3 дня, которые позволяют тебе абсолютно пересмотреть свои взгляды на жизнь, на свое окружение, на какие-то свои цели. И уже скоордируясь по этому, идти к ним. Елизавета, я благодарю вас за содержательную беседу, пожелаю больших вам успехов и профессиональных, и творческих, и в студенческой жизни вашей. И поблагодарю. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, сегодня мы разговаривали с участницей лагеря капитана России Елизаветой Шихолевой. А мы с вами увидимся в программе «Время Икс» на информационном канале Севастополя. В студии работала Мария Аболенская. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова